здравствуйте мои дорогие сегодня у меня будет торт торт просто с розами вот сейчас попробую сделать хотя бы чтобы они отличались по цвету и по виду у меня здесь для основы открытая звезда номер 20 это все равно какой вы возьмете потом насадка прямая роза номер 124 внутри у нее крем то продукт бордовая дает такой интересный очень розовый цвет и не знаю насколько видно это на камере но в живую это действительно красивый цвет и так слегка развела такой не сильно яркий слегка окрасила пакетик на правда что-то не очень видать для зелени у меня насадка номер 103 тоже прямая роза внутри у нас зеленый топ продукт и коричневый и полосочки прочертила вот розовеньким топ декором также делаю основку сколько у меня хватит умение так и и сейчас делаю серединку сначала как бы так раз два и три вот уже один у нас поворотик получился теперь отступила и еще также раз и три видите получилось смотрите у нас вот такая серединочка теперь также но постараюсь разбить на 4 сектора сделаю такие же листочки только уже вокруг цветка это уже будут основные листики сюда донизу протираем что налипло и 5 вот так у нас рисовывается еще раз видим у нас заваливается маленечко подправляем не бойтесь ничего никуда но упадет так новое сделаем и еще разок вот видите как бы у нас тут круг не завершен чтобы завершить я делаю здесь еще парочку листиков если еще пойти на один круг то получится уже очень много не очень симпатично получилось все такая у нас роза получилось и теперь сразу люблю делать на ней листики можно такие двойные можно тут пусть двойной будет но здесь можно тройной вот такая розочка неприхотливая и очень простенькая и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас буду делать наши розочки помельче и посветлее. Все то же самое. В этот мешок я добавила просто белый крем. Ну вот, сначала маленько тут выступает роза, потом будет все светлее и светлее. Делаю зелень, просто так отрываю, чтобы она отличалась. Продолжение следует... И хочется мне сделать еще зелененьких розочек. Вот здесь у меня белый крем и совсем немножечко топ декор зеленый. Посмотрим, что с этого получится. Это же самая насадка номер 124 прямая роза. И знаете, теперь мне надо так вот по спирали как бы делать. То есть просто по кругу. Поближе желательно. Ну, чтобы наши все розочки немножко отличались друг от друга. Они были совершенно одинаковые. Заваливаются. Значит, мы подправляем все. Вы, главное, не бойтесь. Свалится, сделаем новую. Такими не очень длинными листочками. Вот, формирую свою розочку. Там мы делали по три, а здесь просто идут, идут одна за одной. Делаем круг. Вот так. Посматриваем. Еще немножечко. И вот так закрою. И так же подсаживаю листочки. Сколько у меня уже розочек. Конечно, они, наверное, все не пригодятся. Всегда говорю, лишние цветочки. Тренировка для ручек. Прямо девочек научилась эту ленточку делать. Так мне нравится. Такая, как бы, немного закрытая получается она. Теперь уже посматриваю вниз, как она у нас выглядит. Прямо девочек научилась. Такая, как она у нас идет. Прямо девочек. Такая, как она у нас выглядит. Такая, как она у нас идет. Считаю. Прямо девочек. Теперь смотрите. Что ж, теперь я делаю. будем отсаживать наши цветочки. Вот сделала их наверное много. Вот такие вот у меня здесь розовенькие, бледно-розовенькие, зелененькие и вот такие вот поярче розовые. У меня здесь бисквит на 21 сантиметр, всего на четыре с половиной яйца. Внутри йогуртно-сливочный крем и я еще делаю вот такую сеточку. Вот топпинг называется. Это натуральный сиропчик. Так делаю сеточку, потом кремом, потом опять сеточку, корж и так далее. И этим же топпингом разведен сироп. То есть по вкусу в кипяченой водичке я разбавляю этот натуральный сиропчик. Очень вкусно. Ну что ж, приступим. Я здесь себе наметила. Они у меня будут вот так веночком по кругу. Так как листвы достаточно, я добавлю совсем немножечко. Вот здесь у меня насадка. Листик. Внутри крем на штоппродукт. И вот провела полосочку беленькую с обеих сторон, чтобы отличались немножечко. и чтобы отделить наш белый тортик от белой подложки, вот здесь я такие бусики, как бы не совсем кругленькие сделала. У меня здесь две порции крема на пектине осталось. Ну вот, вот здесь немножко, еще совсем немного белого. Вот вставляем и пытаемся надуть. Дуем, 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 а потом так отпускаем и тянем в стороночку, чтобы получился шарик. Этот тортик готовился мною для юной девушки на 13 лет. Надеюсь, что я смогла выразить этим тортиком нежность этого возраста. В центре будет стоять еще дата, то есть топпер с датой. И тортик будет полностью завершен. А мне с вами пришла пора прощаться. До свидания, мои дорогие. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»